Всем привет, меня зовут Даша Кей, и это тоже Даша, Даша Абрамовская. Всем привет! Я специалист по бровям, а мы вместе с ней покрасим мне брови. Шаг номер один. Ощищаем брови мицеллярной водой. Если нет мицеллярной воды, берем обычную воду, так как брови в любом случае нужно обезжирить. Шаг номер два. Это построение формы бровопастой от Ник Мале. Можно также использовать консилер светлых оттенков. Паста не дает краске утечь или затечь туда, куда не нужно. Именно для этого она и используется. Построить архитектуру бровей можно двумя способами. Первый для тех, кто умеет рисовать и в принципе знает свою форму бровей. Он произвольный и без разметки. Ну а кто хочет все-таки ее узнать, для этого нужно найти центр лица, поставить засечку и переходить к основанию. Берем кисточку и строим перпендикулярно. Там-то и будет начинаться ваша бровь. Я люблю сместить наивысшую точку, поэтому пик бровей будет проходить через крыло и радужку глаза, а кончик будет проходить через крыло и уголок глаза. Такая форма бровей, как у меня, называется голливудской, потому что пик ее смещен ближе к вискам. Тем временем Даша соединяет две подбровные линии, а это значит, что мы сделали все правильно. Пинцет, воск или нитка, без разницы чем, избавляемся от лишних волосков, они хорошо видны на белой пасте. Да, процесс неприятный, я бы в следующий раз попробовала сделать это воском. Следующим шагом смешиваем краски Леви Сим номер 7-7 и 3-7 вне металлической посуде. В данном случае у Даши подсвечник из Икеи. Этот краситель дает светло-светло-коричневый оттенок. Смешиваем мы один к одному с оксидом 1,8. Не берите оксид 3, а тем более 6, иначе получатся очень темные брови. Даже с этой краской. И по древней китайской технологии мы смешиваем... Нет, на самом деле все просто. Чтобы быстро все смешать, мы берем миксер для смешивания красок. Льву Даша купила на Алиэкспресс. На самом деле вещь нужная только бровисту, но поскольку она была дешевая, я ее тоже себе заказала. Если вам интересно, я могу оставить на него ссылку. Кисточку используем плоскую, синтетическую. Это от Валерия Дэ, чтобы ворс ее не окрасился. Дальше нашу форму брови мы заполняем краской, начиная с кончика, чтобы он плотнее окрасился. И удаляем излишки чистой ватной палочкой. Цвет, который получится, зависит от типа кожи, от цвета кожи и от волоска окрашиваемых бровей. Что интересно, она не засекает время, сколько нужно выдерживать краску и всегда смотрит визуально. В первую очередь она стирает начало брови, основание. Чтобы не передержать краску, а кончик может подержать подольше, чтобы он остался ярче и держал форму. Таким образом, точное время рассчитать невозможно, но для новичка я сделала простой расчет. 2-3 минуты на основание брови и до 7 минут на кончик брови. Ну что, вот такие вот брови у нас получились. Даша, может ты что-нибудь скажешь? Может это твой будет канал? Забираю. Выкупа. Сколько? Просто закажи мне что-нибудь из кухни на районе. Вот что у нас получилось. Как вам? Хотела вам уже давно рассказать об окрашивании бровей. Наконец-таки это получилось сделать профессионально вместе с Дашей, потому что она бровист и перевидела много бровей. И что же это за паста такая, которая наносится? Все сегодня рассказали, максимально объяли эту тему. А какой это оттенок вообще? Натуральный. А мы смешиваем. Для теплых? Для осени? Или для весных типов не существует? Алло. Алло. Мы смешивали теплый и холодный оттенок. Без рыжины. Да, ну мне прям очень нравится. Спасибо, что пришла. У Даши есть инстаграм, поэтому я оставлю ссылочку на нее в описании. Переходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Лайков сейчас нету больше в инстаграме, правда. Ну просто оставляйте комментарии, если вам понравилось это видео, чтобы мы продолжали вот такую вот бровистую тему. Бровястую. А с вами была Даша Абрамовская и Даша Кей. Увидимся с вами в следующих видео. До скорых встреч. Пока-пока. Ну да, симпатично получилось.